Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Привет друзья! Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение Михаила Ефремова, опубликованного на YouTube-канале «Гражданин поэт». В ролике артист приносит свои извинения семье погибшего в аварии Сергея Захарова за то, что сел в состоянии алкогольного опьянения за руль. Жорин напомнил, что артист находится в режиме домашнего ареста. Это наказание подразумевает запрет на пользование интернетом и мобильной связью. Меня, например, как адвоката насторожило и привлекло немного другое. А не является ли это видеообращение нарушением ограничений по мере пресечения? Если правильно понял, он записал это видео и выложил его на YouTube. А насколько мне известно, при определении меры пресечения ему запретили пользоваться интернетом, мобильной связью и так далее. Здесь возникают обоснованные вопросы, а не нарушил ли он таким образом меру пресечения? Если нарушил, то ее могут как раз изменить с домашнего ареста на стражу. Видеообращение может повлиять на ход дела негативно, если контролирующие органы посчитают это как нарушение. Мерой пресечения тогда она может быть суровой, пояснил Жорин в беседе с Пятым каналом. Звездный адвокат отметил, что при обращении к семье погибшего Ефремов подключил свои актерские навыки, однако, несмотря на это, нельзя сказать, что артист был неискренним в своих извинениях. Я думаю, что часть определенной актерской игры, конечно же, есть, но это не исключает искренность в части того, что он сказал. На мой взгляд, немножко перебор с фразами «нет больше Ефремова» и ряд других моментов. Но в целом посыл понятен, это извинения. Я думаю, с точки зрения извинений он искренне их принес, выразил свое мнение Жорин. Адвокат рассказал и о денежной помощи от Ефремова. Жорин считает, что предложение актера о финансовой поддержке семьи следует скорее оценивать не как подкуп, а как искупление своей вины, то есть возмещение морального и материального вреда. Я не знаю, примут ли родственники финансовую помощь от Ефремова, потому что я с ними не знаком, их интереса не представляю. Лучше, конечно, у них спросить. Но если убрать эмоции, то я бы это назвал возмещением морального и материального вреда. Тогда на эти вопросы нужно посмотреть по-другому. Здесь я Ефремовым согласен, что он не кого-то покупает, она верно искупает свое вино. Здесь он очень четко об этом сказал, подчеркнул юрист. Продолжение следует...